Всем привет! С вами снова Настя The Beauty. В этом видео будут бьюти-новинки от японского косметического бренда RMK. А также познакомлю вас с одним из самых знаменитых японским брендом одежды, который называется Unitsuka Tiger. Поэтому для любителей фэшн и хорошей качественной косметики это видео будет очень интересным. Ну что, поехали! Ну и начну, конечно же, с распаковки, покажу, что я купила и расскажу кратко историю основания этого бренда и посмотрим с вами, какие новые коллекции появились. Понравившиеся мне вещи я покупала после примерки непосредственно в самом магазине и заказала доставку на дом. Это очень удобно, особенно если вы собираетесь делать еще и другие покупки в этот же день. Пони всегда красиво, аккуратно упаковывают, так что ничего не помнется, не поломается и не разобьется. Конечно, японское качество заметно даже в таких мелочах. В этот раз я купила одну кофту, две пары брюк, бежевые и черные, и также купила еще одну пару обуви. Распакуем для начала с вами пару обуви. Вот такие кеды, кроссовочки я купила. Понравился мне очень дизайн, такой милый принц с тигрятами, который напоминает знак бренда. Цвет на самом деле светло-кремовый, но на видео он почему-то ярко-белый. Наверное, на первый взгляд может показаться, что эта обувь слишком маркая, но так как я живу в Японии, и здесь нет проблем с дорогами в целом. Да, и в Японии, в принципе, моют асфальт, поэтому на улице очень-очень чисто и можно спокойно носить даже такую, на первый взгляд, маркую обувь. Сделаны они из натуральной кожи и подошва резиновая. Эта модель называется Lanship 3.0. И это обновленная версия классической модели Lanship 1970-х годов. Сохранив детали оригинального дизайна, подошва была сделана более гибкой, легкой и с отличной амортизацией, для того, чтобы было удобнее носить, чем предыдущее поколение этой модели. Ну, а теперь небольшая примерка вещей. Брюки и кофты, как оказалось, из мужской коллекции. В магазине я взяла просто понравившиеся мне вещи, а уже дома, зайдя на сайт, я обнаружила, что они из мужской коллекции осень-зима. Честно говоря, я абсолютно не расстроилась, так как я могу спокойно купить понравившуюся мне вещь даже в мужском магазине или отделе. К тому же, в порн-ре унису Катайгер нет разделения на мужской и женские отделы. Модель этой кофты была с вот таким вот розовеньким карманчиком на рукаве и без этого карманчика, но мне почему-то понравилось больше с карманчиком. Кофта состоит на 100% из хлопка, также в составе 5% полиуретан и нейлон 100%. Последнее время мне нравится такой вот удобный спортивный casual стиль. К тому же, честно говоря, в 2020 году я поправилась, его до сих пор сбрасываю лишние килограммчики. Понравился мне, конечно, дизайн этой кофты, этих штанов, лекала очень хорошие. И, как мне показалось, на мою фигуру довольно неплохо сели эти вещи и, как бы, можно сказать, скрывают разные недостатки фигуры. Пишите в комментариях, насколько вам нравится подобный стиль. Решила померить эти же брюки, но уже с другой кофтой. Кстати, как вам такой вариант? Брюки очень удобные, в носке практичные. На брюках также нанесен логотип бренда. Ткань приятная к телу, не колется, не раздражает кожу. В общем, абсолютно не вызывает неприятных ощущений, как это могут делать, к примеру, более дешевые вещи, некачественные вещи из полиэстера. Хотя, самое интересное, что эти брюки также состоят из полиэстера. То есть, внешняя часть этих брюк состоит на 100% из полиэстера, а внутренняя часть состоит на 92% полиэстер и 8% полиуретан. Но все-таки, как я уже убедилась, в дешевых совсем вещах и более качественных вещах, дорогих, этот самый полиэстер, он, конечно, абсолютно разного качества. Пытаюсь показать вам нанесенный логотип бренда на этих брюках. Очень, конечно, прикольно смотрится, мне нравится. Кстати, какой вариант вам больше нравится? Коричневый, бежевый, то есть, или черный вариант этих брюк? Брюки полностью одинаковые, только разный цвет у них. Честно говоря, я никогда не покупаю вещи одинаковые, но в разных цветах. Но в этом случае я почему-то абсолютно не смогла сдержаться. Сейчас хочу вам показать, насколько классная ткань у этих брюк. Она абсолютно, можно сказать, не мнется. Давайте посмотрим, насколько не мнется ткань в этих брюках. В принципе, можно сказать, что в этом видео я довольно-таки сильно мну эти брюки. Но вот посмотрите, каких-то явных заломов или помятости практически нет. Поэтому можно сказать, что это не мнущаяся ткань, я думаю. Теперь посмотрим на официальном сайте новую коллекцию. Кстати говоря, сайт есть на русском языке также. Бренд Уницука Тайгер был создан в 1949 году японцем по имени Кихачиро Уницука. Он был родом из японского города Кобе. В Японии это один из самых знаменитейших фэшн-брендов. Да, в принципе, и за пределами Японии Уницука Тайгер также пользуется огромной популярностью, особенно в азиатских странах, среди молодежи. Бренд сочетает в себе, можно сказать, японское наследие и самые последние и актуальные тренды. Обувь у этого бренда просто безумно супер качественная. К примеру, у меня есть две пары обуви, две пары кроссовок от этого бренда, которым уже около пяти лет. И я до сих пор их, можно сказать, что не сносила. То есть они еще до сих пор в очень приличном состоянии. Представляете, насколько качественная обувь у этого бренда. Ну и теперь пришло время посмотреть фэшн, новинки, одежды вот этого бренда, которые появились. Сейчас я показываю штаны, которые я купила, которые были сегодня на мне в видео. Уницука Тайгер это довольно спортивный бренд, поэтому здесь нет каких-то классических вариантов классики одежды. Поэтому те, кто любят спортивный, свободный, casual стиль, я думаю, этот бренд очень-очень понравится. Вот посмотрите, довольно интересный вариант удлиненного худи по типу платья. Как вам нравится такой стиль? Конечно, всегда лучше мерить вещи перед покупкой, потому что бывает такое, что вроде смотришь классная, крутая вещь, она тебе нравится, ты начинаешь ее примерять, а она абсолютно не сидит никак по фигуре. А бывает, кстати, и наоборот, что-нибудь захватишь на бегу, идя в примерочную, на первый взгляд невзрачная, неинтересная, а окажется очень даже крутая вещь, которая круто просто сидит по фигуре. Поэтому, конечно же, лучше все мерить. Довольно интересные куртки, верхняя одежда, нужно будет пойти в магазин и обязательно померять. Одежда у этого бренда, конечно, тоже супер качественная, так же, как и обувь. Теперь мы перешли, добрались с вами к косметической бьюти-части видео. Начну видео, конечно же, с базы под макияж. Косметика в этом видео у меня будет от японского бренда RMK, но у меня не будет в этом видео уходовой косметики, а будет только лишь декоративная. Продукт сам находится в тяжелом матовом стекле, на крышечке есть гравировка бренда, в принципе, гравировка идет на многих продуктов у этого бренда, и на пудре, и на тональном креме. И это довольно необычная база под макияж, можно сказать, многофункциональная вещь. Кстати, имеет довольно легкую текстуру, свежую текстуру, напоминающую молочный лосьон или эмульсию. И содержит увлажняющую шелковую эссенцию и масло-шит для придания естественного блеска и сияния кожи. Я уже успела довольно хорошо попользоваться этим средством, и могу с уверенностью сказать, что эта база под макияж делает действительно красивую, хорошую, холеную, можно так сказать, кожу, подготавливает кожу к последующему нанесению косметики. Не имеет запаха и очень хорошо, и главное, быстро впитывается в кожу. Еще одна интересная особенность этого продукта, это то, что это средство можно использовать как смывку для поинт-мейка. Например, можно смыть тени, для этого нужно просто нанести на ватный диск, и оно отлично уберет тени, помаду. Также, если нанести на ватную палочку, оно отлично уберет, скажем так, огрехи макияжа. Главное, очень аккуратно и не порти весь макияж. Это средство стирает с кожи и поправляет макияж. Наносить это средство можно непосредственно руками, как это сейчас делаю я в видео, или же можно наносить с помощью кисти для тонального крема. Очень легко и хорошо наносится это средство без разводов, без всяческих пятен, и оставляет на коже матовый бархатистый финиш, сияющий, я бы сказала, слегка финиш, но в составе этого средства нет никаких сияющих частиц или светоотражающих частиц. Следующее у нас это увлажняющий прамер для лица, новинка, лимитированная новинка, лето 2021. Дает освежающее ощущение прохладного геля, летняя база под макияж, подтягивающая и разглаживающая кожу. Отлично подойдет для летнего, для влажного и для жаркого климата. Упаковочка у этого продукта полностью пластиковая и матовая, с хорошей качественной помпой и довольно легкая, поэтому удобно брать даже в дорогу и много места не занимает. Имеет свежий и пряный аромат кориандра и мяты, хорошо впитывается в кожу, заполняет неровности, такие как поры, например, в результате получается гладкий и шелковистый результат. Также имеет в составе уходовые компоненты, которые имеют способность проникать в роговой слой и обеспечивать хорошее увлажнение. Кстати говоря, увлажнение кожи обязательно летом, так же как и зимой. И для жирной кожи увлажнение тоже необходимо. Вообще правильное увлажнение кожи это залог здоровой на долгие годы молодой красивой кожи. Гель с мелким серебряным жемчугом, думаю на видео слегка видно эти жемчужинки, тонизирует кожу это средство, делает кожу слегка блестящей и прозрачной. Кстати, отлично подходит для всех типов кожи, особенно, думаю, оценят это средство обладатели жирного типа кожи, так как это средство хорошо увлажняет кожу и при этом не жирнит излишне. В составе нет масла и в течение дня помогает коже сопротивляться поту и кожному салу, а также поддерживает идеальный вид тонального крема это средство в течение всего дня и в принципе макияжа в целом. И вот в сравнении эти базы. Переходим теперь к нанесению самого этого продукта. Наносить это средство нужно, конечно, лучше всего при помощи рук, как обычный уходовый продукт массажными движениями. Этот самый мелкий серебряный жемчуг, который есть в составе, он сильно не виден на коже, но тем не менее кожа подсвечена и как бы светящаяся изнутри. Действительно дает небольшую прохладу для кожи. Также, если вы боитесь каких-то ярких светоотражений в косметике, думаю, японская косметика будет точно для вас, так как в японской косметике всегда все максимально щадящее, максимально нежное. Даже это самое свечение, добавление жемчуга, оно очень-очень нежное и элегантное, в отличие от европейских брендов. Следующим вам покажу. Это цветная основа, тональный крем, всего 5 цветов по 20 мл. 0,1, 0,2, 0,3 имеет SPF 9P1+, а 0,4, 0,5 SPF 6P1+. У меня конкретно под номером 0,4, это желтый. Имеющий желтый цвет тональный крем, он корректирует тусклость коричневого цвета лица и дает естественный тон кожи из всех представленных вариантов. В составе есть масло шиповника и масло виноградных косточек. И это средство, скажем так, из категории макияж без макияжа. Если у вас идеальная кожа, нет акне, покраснения, пигментных пятен, и вы не любите, не хотите использовать тональный, плотный тональный крем, или кроющий, или среднекроющий тональный крем, но тем не менее, вы хотите еще лучше, скажем так, улучшить внешний вид вашей кожи, придать яркости, здоровья вашей коже, это средство создано просто для вас. Очень хорошо в целом выравнивает тон кожи это средство, и, конечно же, подойдет в качестве базы под макияж. Также он представлен в белом цвете под номером 01, 02 номер это пурпурный, 03 коралловый, и последний 05 это зеленый. Очень приятная гладкая текстура у этого средства, идеально, конечно, смешивается с кожей, выравнивает тон кожи, ни в коем случае не выбеливает тон кожи, не западает в морщинки, в складочки. Ну и, собственно, вот так выглядит средство после полного распределения на коже. Я бы сказала, что это средство может служить даже идеальной базой под макияж. На левой руке нанесено тональное средство, на правой руке нет. Давайте сравним, посмотрим разницу. Ну и нанесение этого средства, я бы сказала, легче легкого. Для нанесения этого средства не нужны никакие ни кисти, ни спонжи. Ну, конечно, если вы любите наносить кистью для тональной основы, можно, конечно, использовать эту кисть, но я люблю просто руками. Действительно, это средство шикарно наносится просто руками, как любой уходовый крем, и при этом оно отлично смешивается с кожей, не оставляя никаких разводов. Самый идеальный тональный крем для варианта макияж без макияжа. И теперь покажу вам две пудры, и это самое интересненькое, такого вы еще точно не видели. Пудра называется Silk Fit Face Powder, всего три оттенка имеет. Начнем с оттенка под номером 01. И, конечно, покажу небольшую распаковку. Упаковано все в качественные картонные коробки. Также внутри есть еще одна защитная пенопластовая, скажем так, коробочка, для того, чтобы пудра не разбилась при транспортировке. Я, кстати говоря, эту коробочку не выкидывала, оставила специально для перелетов, для путешествий, для того, чтобы безопасно перевозить эту пудру. Пластик действительно очень качественный, плотный. Посмотрите, насколько он абсолютно не гнется. Матовая металлическая пластиковая упаковочка у этой пудры, так что, думаю, за счет своей матовости эта упаковка пачкаться точно не будет. Довольно тонкий, компактный кейс у этой пудры. Очень удобно открывается упаковка этой пудры. Так что маникюр, ногти абсолютно не поломаются. Даже с длинным маникюром можно будет нормально открыть. В отличие от пудр той же Charlotte Tilbury, рефил, кстати, здесь можно поменять. Хорошее, удобное и довольно большое качественное зеркало в этой упаковке. Также в комплект входит вот такая вот кисточка, из чего, к сожалению, не написана эта кисть, но я предполагаю, что из синтетики. Она очень мягенькая, но, в принципе, продукт переносит очень и очень даже неплохо. Пудра устойчива к влаге и имеет способность отталкивать воду. Идеальный продукт для влажного климата и для отдыха, например, у моря, так как абсолютно не боится воды. Честно говоря, я впервые попробовала, увидела такой подобный продукт. Если вы знаете похожие пудры с подобным свойством, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне будет действительно интересно узнать. Вариант этой пудры номер 01. Она без цвета, дает естественный натуральный эффект, имеет порошок микрогранул, который адсорбирует излишки кожного жира и подавляет блеск и сохраняет ощущение шелковистости кожи. Все три цвета этой пудры, они имеют способность менять оттенок в зависимости от кожи, подстраиваясь именно под ваш тон кожи. И теперь следующая пудра под номером P01. Упаковку она имеет точно такую же, как и предыдущая пудра. Позже матовый металлический пластик. Также есть защитная пленочка для зеркала. Точно так же можно менять рефил, как и в предыдущей упаковке. И сохраняете вот такие вот защитные пленочки для зеркала? Лично я, да, но по крайней мере первое время, пока продукт еще новый. И также имеет точно такую же кисть, как и предыдущая пудра. А вот в составе уже этой пудры есть жемчужные перламутровые частицы, которые дают элегантное сияние жемчуга на коже, скрывают тусклость, делает кожу сияющей. Идеально эта пудра для сухой кожи или для склонных к сухости участкам на лице. Например, для кожи вокруг глаз. Эта пудра, конечно, идеальна для нанесения под глаза. Она своим деликантным мерцанием, сиянием скрывает. Помогает скрыть темные круги и синячки в этой деликантной области. Красиво, деликантно смотрится, конечно, эта пудра на коже. И будет идеально поправлять этой пудрой макияж в течение дня. Потому что не всеми пудрами можно хорошо поправить макияж в течение дня. Некоторые пудры имеют способность подымать, скажем так, ваш тон или делать какие-то проплешины, полоски. Эта пудра абсолютно таких негативных последствий не оставляет. И слева матирующая пудра, справа пудра с добавлением жемчужного сияния. Конечно, обе эти пудры равномерно покрывают неровности и словно тают на коже. Итак, наношу сияющую пудру под глаза и на спинку носа. Можно, конечно, попробовать нанести эту пудру в качестве хайлайтера, но это будет, наверное, уж, ну очень слишком деликатный хайлайтер. Все-таки в качестве пудры этот продукт намного лучше. И теперь матирующую пудру я наношу полностью на все лицо, но избегая области вокруг глаз, куда я нанесла светоотражающую пудру. Цветная водостойкая тушь для ресниц. И у меня она под номером 04. Синий-зеленый-синий цвет. Цвет задуман производителем для окрашивания верхних ресниц с эффектом увеличения объема. И зеленая имеет маленькую удобную щеточку для прокраски нижних ресниц. Не осыпается и очень хорошо держит завиток в течение всего дня. Жидкие кремовые тени из лимитированной осенней коллекции этого года на водной основе эти тени придают коже мягкость, влажное сияние, идеальное и главное, просто и быстро тушуются даже пальцами. При тушевке они превращаются в пудру. У меня оттенок 01. На данный момент это самый продаваемый оттенок в Японии этих теней. Можно их использовать в качестве основы базы под сухие тени. Или даже наносить поверх таких теней. Абсолютно не скатываются, не забиваются в складку века и хорошо держатся в течение всего дня. 01 темно-лиловый цвет. И я бы назвала этот цвет цвет хамелеончик такой небольшой, потому что когда падает свет на эти тени, они кажутся более прозрачными, более светлыми. Но когда в тени находятся эти тени, свет на них не падает, они кажутся более темными, более насыщенными. Очень удобный аппликатор у этих теней. Идеально наносятся и идеально, опять же таки повторюсь, тушуются. Использовала эти тени уже достаточное количество раз, так что потестировала их очень хорошо. И действительно они очень пристойно, хорошо держатся в течение всего дня. Идеальный продукт и для дневного, и для вечернего макияжа. Для дневного он идеально тушуется. Можно растушевать невесомую полупрозрачную дымку. Для вечернего макияжа идеально. Можно наслаивать эти тени и получится просто бомба, супер яркий эффект от этих теней. Далее для этого макияжа я наношу синюю яркую подводку. И подкручиваю реснички керлером от Shiseido. Это у меня самый любимый керлер. Так как он маленький и удобен, в принципе, для подкрутки ресниц и в уголках, и внутри глаза. Ну и конечно же наношу тушь для ресниц. Начинаю с синего цвета и на нижние ресницы добавляю зеленый цвет. Этот же зеленый цвет я буду добавлять и на кончике верхних ресниц. Лично мои ресницы это тоже неплохо удлиняет и в принципе дает заявленный объем. Блеск для губ у меня он в двух оттенках, в десятом и в одиннадцатом. Супер удобный аппликатор, который имеет квадратную форму этого блеска. И ребром этого аппликатора удобно прокрашивать контур губ. Сам аппликатор будто приклеивает цвет к губам тонкой невесомой пленочкой. В составе есть увлажняющие ингредиенты, такие как масло ши и масло шиповника. Всего есть одиннадцать цветов этого блеска. И сейчас на видео это одиннадцатый цвет. Светло-светло-бежевый. Идеально подходит для дневного, для нюдового макияжа. Действительно очень мягкий пластичный аппликатор. И главное без проблем назад возвращается в тубу. Это, кстати, камень в огород блесков от Шарлот Килбери, потому что у нее есть блески, которые просто назад невозможно кисточку засунуть назад в тубу. И теперь блеск под номером десять. Этот блеск, конечно, уже поярче будет смотреться на губах. Немножко с красным оттенком. Абсолютно не липкие эти два блеска. Очень приятно ощущаются на губах. И оба этих блеска имеют в составе золотистые частички. Сейчас попытаюсь показать на видео. Возможно, камера сможет передать вот эти самые золотые микрочастички. Наношу блеск сначала более светлого цвета полностью на все губы. И далее буду добавлять более яркий цвет на внутреннюю часть губ. Вот так смотрится на губах этот светлый оттенок блеска в один слой. Практически прозрачный цвет, но с легким бежевым оттенком. Теперь наношу более яркий цвет на центральную часть губ. Ну и вуаля, макияж готов. Как вам наш сегодняшний такой легкий макияж? Макияж действительно получился довольно легкий, красивый, дневной. Какие вы больше всего любите макияжи? Более плотные, более яркие или тоже любите более натуральные, более дневные? Можно даже назвать этот макияж корона мейк, так как мы сейчас вынуждены все носить маски, поэтому плотные какие-то красивые мейки просто делать не вариант. А вот такой вот легкий макияж очень даже в тему. И кстати, как вам мой сегодняшний маникюрчик? Очень интересно узнать ваше мнение. Официальный сайт RMK, который сейчас вы видите на экране, я обязательно ссылочку оставлю внизу под видео. И также ссылочку оставлю на официальный сайт Unitsuka Tiger Fashion Brand, который я показывала в начале видео. Заходите, смотрите. Например, у RMK очень много интересной, качественной, хорошей косметики, очень много хороших теней, помад. В общем, заходите, смотрите обязательно. Может вам что-то понравится, то, что я не показывала в этом видео. Если вам будет что-то интересно узнать, обязательно тогда пишите об этом, и я сниму одно из будущих видео на одну из вас интересующих тем. Также, если вы хотели и не знали, что купить у японских производителей, я бы вам советовала, конечно, обратить ваше внимание на тональные кремы и пудры. Они одни из самых лучших в мире. Также есть хороший, очень замечательный уход у японских производителей. В частности, у RMK довольно неплохой уход. И сейчас на видео вы видите какое-то довольно большое разнообразие ухода у этого бренда. В общем, ребята, на сегодня это все. Я надеюсь, вам понравилось видео. Обязательно пальчик вверх, комментарий. И на сегодня это все. До наших новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...